Добрый день, коллеги! Добрый день, коллеги! Поэтому сегодня в формате экспертного видеомоста мы будем обсуждать тему сланцевого газа с точки зрения того, является ли сланцевый газ дешевым видом энергии, или же его добыча сопряжена с целым рядом экологических проблем, которые будут достаточно дорого стоить экономике страны. Я представляю наших гостей, участников разговора с российской стороны. В Москве рядом со мной ведущий аналитик Департамента энергетики, Института энергетики и финансов Николай Иванов, и наш второй гость, эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев. Я хочу предложить начать наш сегодняшний разговор экспертам в Киеве, поскольку Украина заявила о том, что собирается сделать ставку на сланцевый газ, чтобы удовлетворить свои потребности в энергоносителях и постепенно снижать зависимость от России. Я думаю, что нам будет любопытно, прежде всего, услышать позицию украинских экспертов. И я сейчас хочу передать слово в студию в Киев, попросить Машу представить гостей в Киеве, ну и, конечно же, начать наш сегодняшний разговор. Пожалуйста, Маша. Спасибо большое, Оксана. В первую очередь представлю наших участников. Это главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований при президенте Украины, доктор технических наук, эксперт в области экогеологии Евгений Яковлев, научный сотрудник Института геологических наук Национальной академии наук, эксперт лаборатории экобезопасности Национальной академии наук Украины и Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк, а также эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук. И, наверное, я передам слово в первую очередь Евгению Яковлеву, который нам поможет сформулировать нашу сегодняшнюю проблему и от нее отталкиваться. Будем дальше обсуждать. Пожалуйста. Вот это. Спасибо. Но я начну, наверное, с того, что действительно российской стороной правильно обращено внимание о том, что специалисты всего мира, специалисты экологического направления обратили внимание на экологическую безопасность этой новой технологии добычи сланцев газа, которая связана преимущественно с применением. Его переводят как гидроразрыва, американское слово фрекинг, но фактически это гидродробление. Здесь есть принципиальная разница. Ситуация очень похожа на то, что было в свое время с развитием атомной энергетики и в том числе на территории Украины, где не было обращено на первых этапах этого процесса серьезного внимания на совместимость атомных станций как сложнейшего комплекса с геологической средой, как главного депо практически 90% нагрузок и техногенных воздействий и изменений, которые несут с собой эти технологии. Что такое, если можно, что такое фрекинг, что такое гидроразрыв в этих технологиях? Ну, чтобы не говорить на пальцах, я хочу показать просто вот такой вот рисуночек, на котором принципиально изображена схема бурения скважин на сланцевый газ, который может быть и защемленный, это ниже нефтяных и газовых традиционных месторождений, ну и который может быть также в песчаниках или в глинистых сланцах. Здесь идет вертикальный ствол, затем горизонтальный, которым делается не просто слоистый гидроразрыв, а делается еще и вертикальное дробление. Это все равно, что вот книгу рвать по листикам, расслаивать, или же рвать поперек страниц. Усилия должны быть большими, они до полутора тысяч атмосфер. Это эквивалент примерно 15 тысяч метров водяного столба или 6 тысяч метров слоя пород. Таким образом, у нас получается, ну, три основных воздействия, которые развивают последствия эколого-геологического плана для геологической среды. Первое, энергетический удар при гидроразрыве, он сегодня, даже по признанию американских специалистов, ведет к землетрясениям. Второе, подается большое количество растворов. Где участвует до 500 наименований химических соединений и веществ. Токсичность и устойчивость которого еще недостаточно определены в условиях глубоких горизонтов. Еще одно последствие, которое связано с этим. Извлекается 80%, снова-таки по заявлениям американских специалистов, 20% остается вот в этом разворванном горизонте сланцевого газа, который может замкнуться с тектоническими природными нарушениями и таким образом выйти на зоны пресных горизонтов. Ну, по крайней мере, сообщения в интернете об этом уже есть. Но, кроме того, нам нельзя забывать, что это пресная вода. Плотность ее меньше, чем плотность вот этой, которая имеет 300 грамм на литр минерализации. Это плотность на 20% выше обычной пресной воды. Легкая жидкость в тяжелой имеет тенденцию к всплытию, долговременному, медленному. Но оно снова-таки может идти в зоны пресных вод с последствием, скажем, через 30 лет, через 50 лет. Поэтому эта новая технология добычи сланцевого газа, она требует серьезнейшего, на мой взгляд, экологического обоснования. Нельзя забывать, что в свое время специалисты Академии наук, Мингео Украины, совместно с специалистами Мингео СССР подняли вопрос о безопасности атомных станций на территории Украины. И в результате Крымская атомная станция, Одесская атомная станция, именно по геологическим причинам были закрыты решением Политбюро ЦК КПСС в свое время. Я думаю, что нужны совместные усилия специалистов всех в этом плане, чтобы хорошую технологию американскую, без сомнения, она отработана, увязать с выносливостью геологической среды на территории тех регионов, где будет применяться эта технология. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Оксана, мы можем продолжить? Да, конечно. Я думаю, что будет правильно, если мы выслушаем позицию всех украинских участников, потом уже выскажутся российские. Пожалуйста, Маша. Спасибо большое. И мы продолжим. И хотелось бы послушать точку зрения эксперта энергетической области, как на эту ситуацию смотрят вот с этой стороны. Пожалуйста. Спасибо. Приветствую вас в студии. В Москве. Ну, давайте как бы смотреть объективно на процесс перспективы добычи сланцевого газа в Украине. Или давайте тогда вообще забудем слово сланцевый газ, а будем говорить нетрадиционный газ, нетрадиционные источники энергии. Потому что сланцевый газ – это отдельная фактически часть нетрадиционного газа. Есть еще газ из песчаников, из твердых пород, да, и метан. Метан из угольных пород. Например, в Украине более перспективно, это мое личное мнение, заниматься, например, развитием добычи метана из угольных пород. И, в принципе, если вот озвученный китайский кредит, если он придет в Украину более 3 миллиардов долларов, то, например, он может быть направлен на эти цели. Ну вот, если рассматривать, продолжая как бы мысли моего коллеги о том, что все передовые общественные силы, экологические в первую очередь, протестуют против добычи сланцевого газа в мире, ну, я бы просто не делал из мухи слона. Почему? Потому что какие результаты по добычи сланцевого газа в мире? Их только показали Соединенные Штаты Америки. В других странах практически результатов нет. То есть Китай только занимается развитием этой отрасли, если брать такие большие страны. Все другие страны, по большому счету, только-только вникают в этот процесс и занимаются, если говорить таким технологическим словом, разведкой. То есть они бурят разведочные скважины и исследуют, можно ли заниматься в этих просторах, например, на украинских землях. Вот в Западной Украине у нас часть, Олесская площадь выделана, компания Американская Шеврон, Юзовская площадь, датско-голландская компания, британская Шелл получила участок. То есть они будут заниматься исследованием просто. Это не означает, что завтра уже через 2-3 года, или даже через год, там начнется промышленная добыча газа. К тому же, если говорить об Украине, о конкретных случаях уже, то Шелл озвучил намерение заниматься только добычей газа нетрадиционного, именно не сланцевого, а газ из твердых пород, из песчаников фактически. Да, там условия схожи с добычей сланцевого газа, но они не несут такую нагрузку в плане вот как раз фрекинга, который может принести, например, или загрязнение воды, или, например, вот то, что часто тоже боятся, каких-то таких маленьких землетрясений. Потому что, ну, повторюсь, землетрясения происходят на больших глубинах, их не чувствуют на поверхности. Опять-таки, если посмотреть вот в глобальном таком, ну, в глобальном моменте этот вопрос рассматривать, то сразу такой логический вопрос просто возникает. А почему у нас не протестуют в Украине экологи против традиционной добычи газа и нефти? А почему не протестуют против ядерной энергетики? И вот только когда там начались движения по достройке Хмельницкой атомной электростанции, кстати, за российские деньги, то сразу как бы возник вопрос, что есть же опасность то, что там будет повышен радиационный фон, и вообще там старые постройки нужно ли строить? Почему не протестуют против солнечных электростанций, ветряных? Они тоже носят, кстати, название такое альтернативная энергетика возобновляемая, экологически чистая, но она на самом деле не совсем, ну, тоже безопасная, потому что ветряки там, где стоят, там живых существ тоже не наблюдаются особенно, и солнечные станции, потому что это, по большому счету, ну, источники энергии, они влияют на живые существа, как и на флору, так и на фауну. И еще неизвестно, как они будут, какое влияние они будут иметь через 10, 15, 20 лет, 30 лет, потому что, опять-таки, это все новое в мире, та же альтернативная энергетика. И этот же сланцевый газ, он тоже, ну, нетрадиционный, сам себя поправлю, нетрадиционный газ, он новый в своем, как бы, я бы так сказал, развитии. И вот даже возвращаясь к теме, для меня это просто интересно, почему в Украине уже 30 лет, 30 лет фактически, вот компания, которая занимается добычей нефти и газа, две компании больших, украинских, они, по большому счету, загрязняют окружающую среду в Украине. И вот фильм такой известный, который был снят в пику и показан, как главный такой, один из главных аргументов противников развития нитрадиционного, добычи нитрадиционного газа, сланцевого газа. Газленд, там, где открывают кран, и оттуда течет вода, поджигают, и она горит. Так в Украине таких принципов, можно снять 20 фильмов таких в Украине газленд. Это и Львовская область, и Ивано-Франковская, и Сумская, и Полтавская, и Харьковская. Почему не снимают? Ну, вот это открытый вопрос, риторический, я бы так поставил. Потому, просто, я так вижу, что на самом деле мы в истории с сланцевым газом, с нетрадиционным, видим просто, как бы, ну, я бы так сказал, стык лоббистских интересов. То есть, есть компании, которые заинтересованы в развитии одних направлений развития энергетики, есть компании, которые заинтересованы в развитии других, противоположных направлений. Поэтому, вот вернусь к тому, что я начал, главный момент, сейчас идет этап просто разведки и исследования. И нельзя сказать, что в Украине тот же Shell, например, или Chevron, он останется и будет добывать газ на суше, ну, нетрадиционный. Возможно, они откажутся от этой идеи, потому что пока что нет конкретных результатов. Я бы просто напомнил, вот полтора года назад, когда начинались эти вопросы, и когда, ну, по большому счету, все даже сомневались, и сейчас сомневаются, и я лично сомневаюсь в том, что это даст очень большой, быстрый результат для украинской энергетики в добыче газа. То есть, ну, максимум, там, по перспективам, там, можно добывать, ну, до 5 миллиардов кубометров. Да, тоже хороший результат, но не очень существенный при тех деньгах, которые нужно вложить. Там деньги идут больше 10 миллиардов долларов. Такие суммы звучат. И со стороны самого Shell и Chevron. И вот если брать такой комплекс вопросов, то нужно просто, как бы, подождать результатов, пока они проведут все работы, исследования, и тогда уже оценивать эти действия. А о том, что это будет загрязнять окружающую среду, так об этом нет никаких фактов. То, что даже там в Соединенных Штатах Америки возникли некоторые вопросы, так это, скорее всего, да, опять-таки, есть, ну, частные случаи, которые повторяются. Почему даже некоторые страны, там, Франция, Болгария, там, Румыния, Чехия, они запретили. Скорее всего, опять-таки, через некоторые политические моменты, через лоббистские силы, которые присутствуют в этих странах. Поэтому говорить о том, что есть какая-то угроза от сланцевого газа, я бы так не говорил. Еще, кстати, хотелось бы вспомнить такой же эпизод с историей Украины, когда строился нефтепровод Одесса-Броды, известный такой тоже для России, то строился порт Южный для приема нефти, нефтепривалочный. И там тоже тогда очень сильно протестовали экологи и очень сильно кричали, что это будет загрязнять окружающую среду. Ну, в результате ничего не загрязняет, аж все работает, как бы. Ну, возможно, потому что дослушались экологов и провели некоторые работы, там, исследовали. В этом моменте тоже, если экологи говорят, не нужно, как бы, ну, не экологи, а общественные организации, которые переживают за проблему добычи сланцевого газа, не нужно, как бы, нагнетать в обществе ситуацию такой паники и страха. И вообще, я повторюсь с того, что я уже сказал, что нужно обратить на те проблемы, которые существуют в Украине. У нас в каждом направлении энергетики там можно протестовать, можно поставить 20 палаток. Юрий, спасибо. Спасибо большое. Просто мы уже действительно повторяемся. И теперь хотелось бы послушать точку зрения эксперта третьего нашего. Может быть, с вами можно согласиться, не согласиться с точки зрения действительно технологий, энергетики, экономических каких-то ракурсов. А я попрошу прокомментировать эксперта, все-таки можно ли сравнить вред от тех же, вот как было названо, ветряных, солнечных станций и вред от добычи сланцевого газа. И вам слово. Пожалуйста. Спасибо. Руслан Гаврилюк. Спасибо. Значит, первое, на что необходимо обратить внимание, журналистов, общественности, что все другие альтернативные источники энергии необходимо, в нужной степени исследуются. То есть на них проводится оценка воздействия на окружающую среду. И солнечная энергетика, и ветряная энергетика. Эти работы ведутся. Что касается развития в Украине атомной энергетики. То есть экологи сейчас активно протестуют против продления срока действия Южно-Украинской атомной станции. Против дополнительной постройки энергоблока в Ровенске и Хмельницкой станции. Эта работа ведется. И никому не нужно рассказывать, какое может быть потенциальное воздействие на природную среду от атомной энергетики. Другие мы также исследуем. Что касается нетрадиционного газа. Мой предыдущий, наш предыдущий оратор обратил внимание, что на востоке Украины будет добываться не сланцевый газ, а газ твердых пород. С геологической точки зрения есть выводы Академии наук Украины. На самом высоком научном уровне в Украине доведено, что нетрадиционный газ, сланцевый, твердых пород, угольный газ, они все имеют одинаковое генетическое происхождение. И все имеют сходные технологические решения к его добыче. То есть мы можем говорить сейчас о каких-то разных аспектах, но принципиальной разности в добыче ни сланцевого газа, ни твердых пород песчаников, ни угольного метана нет. Что такое, как образуется этот газ и что он собой представляет? Газ образуется в определенных геологических условиях, в определенных породах. В результате катагенеза этих отложений. То есть это мы имеем в виду не горючие сланцы, это уже бывшие горючие сланцы, которые прошли стадию своего формирования. Проходит катагенетическая трансформация углеводородов. Порода переходит с гидрофильного состояния к гидрофобной, и это способствует накоплению природного газа в породе, способствует увеличению ее пористости до 3-7%. И за счет этого порода обогащается как бы газом. Такие процессы сходные проходят и в песчаниках, и в угольных отложениях. То бишь в Америке, и сейчас в Украине идет речь о добыче разных газов, нетрадиционных, но одним и тем же способом фрекингом. И тут в первую очередь нужно говорить о серьезных опасениях по применению этой технологии в Украине. Есть опасения американских экологов по применению этой технологии, серьезные. Тут действительно уже есть лоббистские варианты, что люди некоторые до государственного уровня поддерживают добычу газа, потому что это выгодно, в свою очередь, к энергетической независимости страны. Но наша роль в данном телемосте, это как специалисты оценить реальное влияние технологии на окружающую среду и на население Украины. То бишь на данный момент мы имеем две площадки, которые уже выделены, обращаю внимание, выделены не для разведки, ни в коем случае, а для добычи сланцевого газа. Но так как пока в Украине не сделана разведка, то, естественно, первый этап это будет разведка. Но договор, который подписан на разделение продукции, он предусматривает уже и добычу. Второго договора не будет. То есть если будет разведка, если компании «Шелл-Шеврон» посчитают, что им экономически выгодно будет добывать, они будут его добывать. Украина подписывает договор с этими компаниями, и дальше они уже действуют на свое усмотрение. То есть мы не можем сидеть и ждать, а вдруг им будет невыгодно, и тогда не будет гидроразрывов на Украине. И сейчас идут разговоры о выделении следующих площадок. То есть идет массовое, так сказать, массовое уже, да, использование, разговор о массовом использовании фрекинга в Украине. В региональном плане у нас есть на Украине три основных, как бы, центра возможной добычи нетрадиционного газа. Это Донецко-Днепровский регион, это западный регион Карпатский и южный регион Одесская область. По двум регионам, которые уже подписаны договора. Западный регион, это мы имеем уникальную рекреационную область украинских Карпат, которые, ну, по крайней мере, ни для Украины, ни для России не имеют аналогов, имеют ценность, ну, уникальную ценность. Если мы сейчас будем способствовать развитию фрекинга в этом регионе, мы можем представить, какие будут изменения, во-первых, ландшафтов за счет бурения тысяч, а может и десятков, сотни тысяч скважин, и изменения, в первую очередь, геологической среды, как наиболее опасных. То есть, эти механические нагрузки, которые дает фрекинг, которые, необходимо отметить, что проводятся регулярно, то есть, это не единоразовая технология. Если бурится скважина с периодичностью, там, два... По 15 раз. Да, от двух до семи лет проводится фрекинг. Скважина может существовать, там, десятки лет, но каждые два года в ней может выполняться фрекинг. То есть, мы будем иметь постоянное механическое воздействие на геологическую среду Карпат. Что такое Карпат? Это оползнение, опасная территория. Это, ну, сейсмически активная территория. Это тектонически сильно порушенная территория. То есть, разговар о Карпатах, я думаю, вообще не должен идти. Что касается Донбасса, да. Ну, тут Евгений Александрович, он на Донбассе и на шахтах Донбасса провел очень много работ и исследований. Я думаю, он тут детально нам расскажет. Но то, что мы можем иметь сотни тысяч скважин для проведения фрекингов в каждую скважину, это официальные американские данные, нужно от 9 до 25 тысяч метров кубических воды. То есть, вопрос, где брать эту воду. Вода, которая потом, основная часть возвращается. И возвращается она с чем? Она возвращается не только с солями, соленая, да, за счет того, что там рассолы глубокие соленые. Она возвращается и с элементами, которые она обогащается в недр. Тоже Академия наук, официальные данные говорят, что в Карпатском регионе отложения, из которых будет добываться, планируется добываться, да, сланцевый газ, они имеют аномальные высокие содержания. Титана, ванадия, никеля, хрома, бария, урана. Это все опубликовано. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжим после того, как все-таки передам слово моему коллеге Оксане и послушаем также участника Москвы. Спасибо большое, Киев. Ну что ж, нам было очень любопытно услышать позицию украинских экспертов. Я хочу попросить российских экспертов вообще абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться там от конкретной страны, от конкретной ситуации и просто сказать мне для начала о плюсах и минусах добычи сланцевого газа. Николай Александрович, с этим вопросом к вам обращаюсь. Спасибо. Я думаю, что у нас сегодня ожесточенного спора с украинской стороной не получится, потому что все, что вы сейчас сказали, с этим можно согласиться. Это настолько широкая сфера деятельности, что там найдется применение для каждого специалиста, для любой области знания, и для геологов, и для технологов, и для экологов, и для кого угодно. Значит, если вообще, немножко отталкиваясь от того, что вы говорили, вернуться к нетрадиционным газовым ресурсам, в Америке нетрадиционные ресурсы газа в 2008 году заняли более половины добычи общей в стране. И сланцевый газ там не занимал главной позиции. Основная добыча нетрадиционного газа приходилась как раз на тайтгэс, на метан плотных песчаников, о которых говорили сейчас в Киеве. Там же присутствует и метан угольных пластов, о котором тоже говорили в Киеве, и эти перспективы, разумеется, списывать со счетов ни в коем случае нельзя. Мое мнение, что, говоря о нетрадиционных газовых источниках, мы всегда должны говорить не об интересах конкретной страны или большой территории, это всегда вопрос местных ресурсов, это всегда вопрос конкретной геологической, экологической, технологической и прочей инфраструктурной обстановки в конкретной точке. Поэтому, если на Донбассе может идти речь о метании угольных пластов, а в других регионах, о тайтгэс, о плотных песчаниках, где-то вполне вероятно сланцы займут свое место. Так точно, как и произошло это в Америке. Сланцевый газ, почему именно о нем говорят, а не о песчаниках? Вот добыча из песчаников, она не столько технологически сложна. Она как была на высоком уровне, она так на этом высоком уровне и остается. А сланцевая добыча сланцевого газа, она приобрела взрывной характер. За последние пять лет эта кривая резко пошла вверх. Почему? Это именно вопрос тех самых технологий. Это тот самый фрепчеринг, это тот самый сочетание горизонтального бурения с гидроразрывом пласта, который совершенствуется буквально не по дням, а по часам. От одной скважины к другой, от одной залежи к другой. Потому что тот самый гидроразрыв пласта, он сегодня уже совсем не похож на тот, который был еще пять лет назад. Этот самый multistage fracturing, многократный гидроразрыв пласта, который тоже был в свое время революцией в газодобыче, он уже сам трансформировался в несколько разных разновидностей. Вопрос в том, что вот эти тонкие достаточно сланцевые залежи необходимо, ну да, как вы сказали, раскрошить, раздробить, таким образом, чтобы из этого объема получилось как можно большее количество газа, как можно большее объем газа был добыт. Для этого существуют, опять же, разные технологии покрытия этой площади, помимо горизонтального бурения, ответвления multilateral, так называемый дриллинг, то есть бурение от одного вертикального столба многочисленных ответвлений в стороны. Это покрытие сплошной сеткой скважин горизонтальных большого участка и так далее, и так далее. Это современные информационные компьютерные технологии, технологии компьютерного моделирования, геостиринг, так называемый, который позволяет в режиме реального времени, человек сидит на поверхности и он видит, как движется бурение, повторяя рельеф вот этого изменяющегося сланцевого пласта. Это фантастика. И разом вот априори отказываться от таких вот технологических возможностей я бы не стал, потому что наряду с технологическими возможностями по извлечению газа из сланцевых пластов параллельно движутся технологии защиты грунтовых вод, поверхностных вод. Вся вот эта вот технология, которая изначально действительно была достаточно грязной, теперь со временем становится чистой, потому что мы с вами, конечно, сильно озабочены чистотой питьевой воды, но поверьте, в Америке озабоченность это значительно сильнее. Если в соседних Пенсильвании и штате Нью-Йорк в одном случае запрещен гидроразрыв, и там ничего не происходит, а в соседнем штате происходит прямо за речкой, и они смотрят, как крестьяне, фермеры в Пенсильвании покупают новые трактора, засевают новые площади и ездят на новых этих самых пикапах, а соседи за речкой не знают, как им расплатиться с долгами, с арендой. И очень это показательное сравнение. Когда вопрос становится политическим, когда разные деловые группы и политические, и лоббистские сталкиваются по конкретному вопросу, всегда есть проигравшие, всегда есть победители и всегда есть сомневающиеся. В Нью-Йорке ведь не запретили раз и навсегда гидроразрыв пласта. Ведь сейчас и во Франции, кстати, так же. Этот запрет происходит как? Вот мы это сейчас исследуем. Вот мы закажем исследования, которые покажут нам, вот там с 2011 года эти исследования идут, которые должны показать возможный потенциальный ущерб, который нанесет технология гидроразрыва пласта. А ущерб — это реальный ущерб. Это действительно поднимаются из глубин мышьяк, азбест, эти самые радиоактивные вещества, которые даже если использовать ресайклинг, использовать повторное использование вот этой вот воды, то критики утверждают, что все равно какая-то часть грязной воды попадает и в водоемы, и в реки, и в озера, и в грунтовые воды. Сторонники гидроразрыва, технологи говорят, что если использовать, правильно заизолировать этот ствол скважины, то никакого проникновения не будет. И вот этот спор может идти бесконечно. Сейчас, что интересно, в этот спор включились в Америке два очень известных человека. Майкл Блумберг, это мэр Нью-Йорка, миллиардер, и Джордж Митчелл, тоже миллиардер, отец сланцевой революции, тот самый, который в начале, в конце прошлого века придумал вот это вот сочетание горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, и у кого у первого получилась коммерческая добыча в Техасе на Плейбарнет, он 20 лет бурил безуспешно, он вышел на пенсию и начал бурить, ему сейчас уже за 90 сильно, он продал свою компанию, компанией Devon Energy в 2003 году за 3,5 миллиарда долларов, и оттуда и пошла эта сланцевая революция. Все увидели, что можно прямо под ногами найти миллиарды долларов, и вот эти два человека сейчас вложили крупные деньги в специально созданный фонд, который должен разработать стандарты безопасной добычи сланцевого газа. Им надоели споры противников и сторонников, они говорят, давайте сделаем так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, потому что эта технология способна создать новые рабочие места для Америки, она способна держать на достаточно низком уровне внутреннюю цену на газ, что возвращает в Америку производство, которое только что недавно убегали в разные другие страны. Это вносит жизнь в экономическую ситуацию в стране и создает большой дополнительный ВВП. И вот эти плюсы нельзя отрицать только за счет того, что кто-то где-то из экономии взялся сливать грязные воды в водоемы. Поэтому, возможно, эти исследования когда-то приведут к какому-то окончательному итогу, что бы я хотел... Но все-таки речь идет о технологиях, я так понимаю, это все-таки дорогие технологии, поэтому добыча сланцевого газа подразумевает какие-то, наверное, большие вложения. Да, да, да. Это все дорогие технологии, но наряду с технологиями извлечения газа в Америке той же развиваются технологии коммерческого использования этого газа. Ведь сейчас газ немножко подорожал в этом году, немножко это там с двух до трех-четырех долларов за миллион британских тепловых единиц, то есть полтора-два раза, но это все равно очень маленькая цена, она очень колеблется, и она еще вполне возможно и упадет. А себестоимость добычи в два или в три раза превышает эту цену. Это фантастическая ситуация, когда как бы целая отрасль работает себе в убыток. Но есть к этому, для этого простое, как выяснилось, объяснение, очень высокая сохраняется разница между рыночной ценой газа и жидких углеводородов, нефти, и natural gas liquid, это называется у них, а у нас это называется сук, сжиженные углеводородные газы. Те пропан, бутан, смеси вот этих вот высших углеводородов, которые в Америке научились использовать с очень высокой выгодой. Они переводят жилищное отопление вот той самой одноэтажной Америки, которая всегда отапливалась мазутом, сейчас они переводят на вот эти вот судьи, строят большие резервуары прямо около зданий, там снабжают электроникой, все это компьютеризировано. Человек может вообще не знать, что у него делается с газом, когда по мобильной связи газовая компания получает сигнал, у мистера Джонса заканчивается газ, ему сразу привозят, заполняют этот резервуар. То есть развитие технологий приводит к удешевлению общей добычи, и получается, что обычный исландцевый газ получается теперь побочным продуктом, бесплатным, как в Катаре. В Катаре это бесплатный газ, они за счет жидкостей обеспечивают экономику всех своих проектов. Поэтому я бы очень рекомендовал ученым в Киеве обратить внимание на вот эту проблему. Этот технологический прорыв надо как можно скорее перенимать, принимать, понимать и разрабатывать дальше. Потому что последнее, что я скажу про экологию фрактинга, сейчас появилась новая технология под названием газовый фрактинг. По-моему, вы уже упомянули в Киеве компания канадская под названием Газфрэк, единственный обладатель этой технологии. Она сейчас где-то там наутика, шейл, две скважины испытывает, это что означает? Тот самый сжиженный пропан-бутан, точнее даже не сжиженный, а доведенный до состояния гелия, закачивается в скважины и производит вот этот вот разрыв пласта, при этом ничего не заражается, не отравляется, он растворяется с любым количеством газа и жидкостей, которые находятся в скважине, он добывается полностью, не заражает ни грунтовые воды, ничего, это фантастика. Сейчас все и в Нью-Йорке, и в остальных штатах, все компании смотрят за успехом этой технологии, и эту технологию, есть предположение, пытаются воспроизвести даже в Израиле, там обнаружили свои сланцевые пласты, возможно, даже не нефтяные, а не газовые, а нефтяные, но проблема пресной и вообще воды, конечно, она повсеместна, особенно там. И вот эта вот технология, если она сможет быть развита до коммерческого состояния, состояние коммерческого использования, ее надо перенимать немедленно. Поэтому я думаю, что при том высоком интеллектуальном потенциале, который остался еще и в России, и на Украине, в республиках бывшего Советского Союза, научные кадры, может быть, даже еще не знаю, чем бы им заняться, вот это вот очень хорошая сфера применения. И я думаю, что если на сочетании имеющихся западных технологий, которые сейчас к вам придут, вы уже тут помешать этому не можете, если конкурсы объявлены, и победители названы, надо как-то попытаться плотнее взаимодействовать с этими товарищами, которые будут заниматься, чтобы они, во-первых, не пачкали, а во-вторых, поделились технологиями. Спасибо большое, Николай Александрович. Ну, сложно поспорить, что высокие технологии нужно развивать, но все-таки, наверное, путь к бесплатному газу, который сейчас в Америке, к бесплатному сланцевому газу, будет, наверное, небыстрый. И все-таки вы сказали, вот уже в самом конце, что именно не грязные технологии. Вот все-таки давайте снова вернемся к экологическим вопросам добычи сланцевого газа. Я хочу обратиться к другому российскому участнику, к Алексею Юрьевичу. Алексей Юрьевич, вот украинские участники уже упоминали о фактах загрязнения окружающей среды, что, в принципе, их не так уж и много. Известны ли вам подобные факты? Естественно, мы говорим о международном американском опыте. И вот еще один такой момент. Запасы сланцевого газа найдены, в том числе и в Германии. В частности, там, по-моему, где-то больше триллиона, лет на 13 немцам хватит. Но в то же время немцы, у которых, в общем-то, технологии тоже достаточно высокие, почему-то заморозили разработку сланцевого газа, поскольку боятся, что это повредит экологии в их стране. Вот, пожалуйста, хотелось бы, чтобы это вы прокомментировали. Спасибо. Ну, во-первых, я очень с большим интересом и уважением послушал украинских коллег. Действительно, широкий спектр мнений. Про геологические проблемы сказано. Сейчас я добавлю немножко еще. Вы жаловались, что мало. Добавим. Значит, сразу же, я хотя работаю с правоохранными организациями, но если меня спросят из-за красных или из-за белых, я скажу, мне не нравится ни «Газпром», ни сланцевый газ. Я за зеленую энергетику. Вот, солнечными батареями я лично занимался. Вот в этом году я солнечный офис в одном нацпарке делал. Это я тоже могу поговорить, есть ли там флора, фауна. С трикозом ужасно нравится сидеть на этих солнечных батареях. Оказывается, одна из главных проблем их оттуда изгнать. Но вернемся, значит, к сланцевому газу. Почему беспокоиться, что, типа, вот только предварительные соглашения, то ли будет, то ли нет. И действительно, в Польше уже два года. Мы, значит, все ждем, когда оно начнется, но чего-то не получается. Дело в том, что в США вот эти технологии внедрялись просто ураганными темпами. То есть буквально за 3-5 лет вот не было ничего, ибо, бах, мощнейшая, полноразмерная, крупноатоннажная, крупномасштабная промышленность. Поэтому, если мы будем надеяться, что вот там они что-то там побурят, поищут, потом поанализируем, а потом будет решение принято. Если действительно найдут, если действительно все это пойдет, это может быть очень быстро. И тогда уже экологи могут только вдогонку устраивать акции протеста. Значит, про геологию говорили. Вода частично затронули. Но то, что сказали, Карпаты еще там воду, где там можно теоретически найти, где брать воду для Одессы, Донецка, я у меня родственники на Украине, я Украину очень люблю, знаю. Большой вопрос. Следующий вопрос. Значит, куда эту воду девать? В США на начальной фазе сбрасывали же в поверхностные водотоки, что вызывало массу этих самых реагирований со стороны местного населения. Ну, на Украине можно, наверное, тоже куда-нибудь балочку там тихой сапой слить, но я не думаю, чтобы местное население этому порадовалось. Современные технологии, да, замечательная закачка обратно в пласт. То есть у нас две закачки. Первая для фракинга. Проблемы тут характеризовали. Вторая, еще теперь эту отработанную воду давайте еще раз в пласт засунем. Пропеланты вот эти пропановые. Да, действительно, замечательно, но пока что широкомасштабное использование, ну, по крайней мере, видимо, несколько лет. Я не уверен, и опять же, Украина должна знать вот это, что, скорее всего, в Украину пойдутся отработанные вот этой традиционной водяной технологии. То есть водяные проблемы будут по полной. Следующий момент – это земельные вопросы. Дело в том, что тут, ну, звучало сотни тысяч скважин, я думаю, до этого не дойдет, но тысячи, и если уж совсем хорошо, десятки тысяч – это реальность. Каждая скважина – это площадка, и это, соответственно, пригоняется стадо вот этих огромных мощных грузовиков, это разбитые дороги, это, ну, я не знаю, как на Украине будет, но в России нефтяники-грузовики работают, ну, как бы сказать, своеобразные. Иногда там с местными отношения доходят до очень острых. Представляете, украинская такая деревня, чудесные мазанки, там куры, петухи вопят, там сады цветут, красота. Да, заявляется 30 вот этих огроменных грузовиков, бульдозером чего-то там разворотили, поставили, и, значит, несколько месяцев шум, гам, треск. Причем это действительно не так, что один раз приехали, ну, помучились, забыли. Нет, это будет регулярно. И в США вот эти протесты, я бы сказал, что тут они социально-экологические, потому что экология просто в значительной степени отражает вот это социальное недовольство. Особенно учитывая вот это американское интересное законодательство, что сплошь и рядом вы можете быть владельцем участка земли, но права на недра, они могут быть у совсем других. И, соответственно, вы должны давать разрешение на вот все вот эти работы, в связи с чем, и я читал много этих историй, люди купили домик в деревне, порадоваться жить вот в спокойном месте, и тут пришел вот этот сланцевый газ. Ну, естественно, они его ненавидят всеми фибрами души. То есть, вот социальные моменты должны быть с самого начала разрешены. Ну, а относительно вот всех этих ужасов, там, горящая вода, я, кстати, внимательно анализировал сообщения, анализы геологов, как же это могло получиться. Ну, у них очень серьезные есть аргументы, что, скорее всего, это заброшенные скважины, это протечки по плохо законсервированным скважинам, и Фракен просто-напросто хорошо тряхнул эту систему, и пошел газ. То есть, в принципе, большую часть проблем решить можно, но должно быть желание и экономика, затраты. То есть, если мы стремимся делать 2-3 доллара, миллион британских единиц, то тогда мы, конечно же, как говорится, срезаем углы, экономим на всем, чем только можно. Сбрасываем воду, куда удастся, не смотрим, а чего там набурили, наделали до нас. Мы стараемся минимум, ну, на грани социального взрыва не давать, не делиться с местным населением и так далее. Можно сделать все красиво, хорошо, но тогда это будет стоить заметно больше. То есть, тут уже начинаем... А заметно, какие цифры? Вот есть какие-то предварительные расчеты у вас? А вы знаете, тут очень сильно еще зависит от того, что найдете, потому что вот два дня назад говорили, что есть и, правда, по этой сланцевой нефти, что есть и запредельные цены, которые конкуренцию не выдерживают, а есть и вполне приличные. То есть, на Украине мы просто не знаем экономических параметров, что там найдут и найдут ли. Потому что, ну, я неспроста помянул Польшу. Два года мы уже ждем, когда в Польше, значит, наконец, торжественно пойдет сланцевый газ, но пока что-то не получается. Он пошел, но он не горит. Там слишком много азота. Да, там много деталей. Второй момент, который надо еще учитывать, что относительно экономики. Дело в том, что США это действительно по бурению, наверное, мощнейшая держава в мире. Вы спрашивали, почему немцы, там экология. Ну, там много факторов, начиная с того, что обычного газа много, сжиженный газ замечательно к ним пошел. Кончает то, что немцы, конечно, по технологиям мастера, но по бурению, извините, до американцев им как до звезд. Вот. Просто если посмотрим, что сколько буровых установок американских, американского производства есть в США и в Европе, то есть тут, значит, следующий момент, это рабочая сила. Все говорят, вот там занятость, конечно, шлейф вот обслуживающего персонала, он местным даст чего-то, но в основном, вот эти все работы, это высочайшие профессионалы, которые привыкли очень неплохую зарплату, то есть, как я понимаю, там 100 тысяч в год, это начальная ставка. Вот, они пришли, они как часы отработали, они ушли. То есть, возможно, еще одна такая социальная напряженка, что вот, они за наш газ получают огроменные зарплаты, а мы тут с разгромленной окружающей средой ставимся. То есть, все вот это надо обсуждать, взвешивать, ну и сравнивать с рисками, что опять там под Новый год кто-то карантик покрутит на трубе. Тут экономика тоже важна. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я предлагаю Киеву дать какие-то комментарии на выступления российских экспертов. Я все-таки предлагаю и российским, и украинским участникам говорить достаточно коротко, поскольку есть еще журналисты, а времени у нас не так много. Пожалуйста, Маша. Спасибо, Оксана. И у меня вопрос, мы хотели, я думаю, это журналистам тоже будет интересно, очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вопрос к Юрию Корольчуку. Вот было перечислено несколько возможных технологий, какие-то новые вариации и так далее. Но все-таки, исходя из украинских реалий, какой сценарий наиболее возможен, то есть, если дойдет действительно до реалистичного добычи сланцевого газа, то есть, какую технологию, по вашему мнению, будут использовать, потому что от этого и зависит, собственно, и далее дискуссия экологов. Ну, да, вот спасибо за очень интересные доклады, большое спасибо, на самом деле, было очень интересно услышать ваше мнение. Ну, продолжая вот ответ на ваш вопрос, и продолжая вот ту тему технологий, которую вы подняла, она как раз самая важная. Я вот как раз говорил, я об этом забыл сказать, как бы самый главный момент, например, для меня, когда я ставлю перед собой знак вопроса, поддерживать, например, ну, образно говоря, добычу сланцевого газа нестрадезованного или выступать против него, это вопрос технологий, то есть, какие нам технологии сюда дадут, уже правильно, апробированы, это точно, и вот это ответ на вопрос, мы не получим современные технологии, это точно, потому что мы пойдем тем путем, который уже пройден американцами, нам будут закачивать сюда воду, то есть, по большому счету, будет использовать воду как главный ресурс, ну, как бы с химическими добавлениями, если просто так сказать. И еще второй момент, как бы, то, что я лично опасаюсь, то, что вот и тот же Shell, и тот же Chevron, они заинтересованы в Украине, в то же время, для добычи перспективного сланцевого газа, или газа из пород песчаника, они могут, как бы, и некоторые новые технологии апробировать в Украине, вот тоже, как бы, существует такая опасность, по моему мнению, то, что нужно, как бы, Украине остерегаться и бояться. И вот, еще такой момент, один хотел сказать, о том, об экономической выгоде, на самом деле, это очень интересный момент, потому что в Польше, они уже, как бы, посчитали, сколько это будет стоить, и цена выходит, где-то 350 долларов за тысячу кубометров. И приблизительно, вот, Олесская площадь, если просматривать, это тот же же горизонт, который идет в Польше и переходит в Украину, то там приблизительно, тоже такая цена, может быть, 350 долларов. И здесь тогда возникает, просто для Украины, такой глобальный вопрос, а если, вот, мы договоримся с вами, с Россией, о дешевой цене на газ, то какая будет выгода, тоже, будет ли выгода Шеврону или Шау добывать здесь газ и продавать его потом даже той же промышленности. И такой ключевой момент, кстати, о том, что, почему они даже сюда приходят работать, они заинтересованы в том, что на самом деле они рассчитывают то, что, скорее всего, цена на газ для населения будет расти, это я точно просто знаю, и в Украине есть такие планы, она будет подниматься, и они этот газ, который будет добывать, будут продавать его в первую очередь населению. И еще один момент, такой последний уже, то, что у нас очень разветвленная сеть газопроводов, не нужно здесь строить ничего, они как бы его добыли и сразу подали в газопроводы. Это экономия тоже, ну и рабочая сила тоже. Я, конечно, инженеры толковые, они приедут сюда и будут работать, но в основном масса будет работать от людей, даже и инженеров наших, украинских, и газовиков на эти компании здесь местных. А они дешевле, конечно, возьмут за свою работу. Спасибо. Спасибо большое. Очень краткие комментарии. Пожалуйста, Евгений Яковлев. Я, что имею опыт работы применения гидроразрыва при устройстве фильтровозавес в западном Донбассе. Ну и прошел первый этап Чернобыля с 28 апреля 1986 года. Знаю цену применения своевременного научных разработок или их пренебрежение. Хочу сказать так, дело не в отказе от фрекинга, а дело в том, что здесь должны быть опережающие разработки защитных мероприятий. В свое время профессура Днепровского горного института, перед которым я склоняюсь, учила нас во времена подъема целины, переброски, рек, развитие атомных станций, регулирование Днепра. Все политические решения, а применение фрекинга это геополитическое решение в основном, это как бы энергетическая независимость, энергетическая безопасность, это необходимость того, что здесь мы должны выйти на хорошее природоохранное обоснование. Мне удалось получить, вот давайте все-таки применим кое-какие цифры, удалось получить цифры по рискам, которые были на наиболее успешном месторождении сланцевого газа у американцев на Марселиусе. Три аварии на тысячу скважин. Казалось бы, риск 10 минус третий, 3 на 10 минус третий, но если взять площадное загрязнение, которое этим сопровождалось подземных вод и загрязнением, в том числе и пресных вод на меньших глубинах, это 50% площади этого месторождения, 100 квадратных километров. Еще один момент, все-таки корректно давайте упоминать и Францию, и Болгарию, и другие страны. Там не только лобби было атомное, оно имело место, но там ближе залегают пресные подземные воды до зон со сланцевым газом, и там более высокая опасность в применении фрекинга. Кроме того, есть тектоника солевая, есть тектоника наведенная и есть местные очаги воздействия землетрясений. Одним словом, нужно еще вспомнить, что и на территории Украины, и на территории России были полигоны по закачке сточно опасных жидких стоков в глубокие горизонты. Ну, а в штатах штат Денвер, например, там под городом Денвер, где были землетрясения. И там через 30, через 50 лет с глубин до полутора километров и больше вышли все-таки наверх эти стоки и проявились и в питьевых горизонтах, и в поверхностном стоке. Таким образом, мы сегодня, наверное, действительно должны как можно больше вот этих воззрений научных, технологических, общественных организаций суждений, объединить, как говорил в свое время БОР, вот такую более совершенную модель и выйти на последовательный цикл работ. Я имею в виду и научно опережающие, мы этим на Украине сейчас занимаемся, поверьте нам, научный комплекс работы в этом плане. Выделение полигонов опережающих, усовершенствование мониторинга, он дырявый и в России и у нас, районирование по перспективам применения газа, о чем сказали коллега Иванов и Юрий Алексеевич. Теперь нужно совершенствовать законодательную базу, она у нас тоже на этот счет дырявая, и дальше выходить к эксплуатации. Я думаю, что такое наше общение, это как раз возможность сделать вот такую модель подхода и получить эффект, превышающий те риски, которые действительно все равно нас будут сопровождать. Спасибо большое, Ваш краткий комментарий. Нажмите тут. Абстрагирует от уже всего сказанного, чтобы понять проблему Украины, нам нужно самим для себя сказать, что мы подписываем договор с иностранными фирмами, которые уже заявили, что будет, тут коллеги спрашивают, какая технология будет применена. Шайл уже заявила, что это будет фрекинг на основе воды, классический фрекинг, и уже не проводили ни один семинар по этому поводу, был и в Киеве, был и во Львове, и общественность как бы взбудоражена, они заявляют свои, направляют письма в кабинет министра, к президенту с просьбами разобраться в этом хаосе, который по сути сейчас происходит. Ну что, нормативной базой Украины законодавством никак не регулируется применение фрекинга, здесь можно его проводить любой, какой компания захочет, то есть хочет, будет экспериментировать, хочет какой-то старый, новый, ну это уже на их как бы мнение, какое они посчитают нужно. Что касается оценки запасов, почему эти компании сюда к нам приходят, мы еще сами не знаем, сколько есть этого альтернативного газа, идут цифры от 30 миллиардов, триллионов, 30 триллионов метров кубических, до трех, ситуация с Польшей аналогично, оценивалась в 5 триллионов, сейчас уже вышли на цифры 500 миллиардов, на один порядок ниже. Что будет в Украине неизвестно, потому что с геологической точки зрения не изучены до конца процессы отдачи газа из газоносных пород, потому что если брать теорию, гипотезу, что газ приходит в скважину только из той зоны дробления, которую мы породу вскрешили, то время его откачки должно занимать от несколько недель максимум месяцев. То есть происходят какие-то процессы дополнительной регенерации газа в породе. Как они происходят? На каждом месторождении это свои условия. То есть мы еще даже не знаем сколько это будет, но плюс тому на каждой площадке есть несколько таких пластов потенциально газоносных сланцевых или твердых пород различных полусловий. То есть на данный момент мы пускаем американские фирмы, они исследуют разные слои, выбирают себе самое экономически выгодное, остальное потом уже как будет. Вот такая ситуация, которая не регулируется государством до конца, не привлекаются экологически, не научные институты, кадры в том объеме, в котором должно быть и должно быть со стороны государства. то есть вопрос о применении этой технологии фрекинга в Украине, он не должен исходить из первых лиц и только из экономических или геополитических газовых проблем. Он должен этот вопрос вызвать в Украине, его нужно обсудить, нужно детально изучить, нужно провести все необходимые исследования предварительные, опережающие и уже по факту, по результатам этих данных можно делать заключение о необходимости, о возможности на определенных территориях его применения. Спасибо вам большое, спасибо также остальным участникам за интересное мнение, Оксана. Спасибо. Есть желание коротко прокомментировать? Да, пожалуйста, Иванов. Мне кажется, что Украине сейчас стоит ориентироваться не на США, а на Китай, потому что Украина и Китай это две страны, имеющие большие вот эти сланцевые залежи и практически одновременно приступающие к их освоению. Вот так, как сейчас приступает Китай, вот этому, по-моему, надо учиться в первую очередь. Они сейчас проводят второй конкурс уже, там уже работает Шелл, уже приходят еще раз Шелл и те же Конака, Филлипс и Эксен и все остальные, все-все должны, все эти крупнейшие мейджорс, крупнейшие мировые нефтегазовые компании, они должны быть там, где самая острота момента наступает, где вот решающий момент, решающее место. Китай и Украина сейчас стали вот этими местами и Польша. Польша, да, там Эксен ушел, разочаровался в их перспективах. Пока такое разочарование не постигло эти компании в Китае и на Украине, от этого надо получить максимум пользы. В Китае, насколько я знаю, одновременно с этими западными компаниями, которые приходят туда, также на условиях раздела продукции, там много местных компаний, которые будут работать в партнерстве с этими мейджорс. Они не будут досаждать руководству в Пекине или к местным комитетам коммунистической партии или еще каким-то органам. Они, чтобы справиться с каким-то явлением, его надо возглавить, как кто-то сказал. Вот также они сейчас, по-моему, произойдет то же, что и с электроникой. Когда-то эти технологии они дублировали, копировали, а сейчас уже сами стали носителями этих технологий. Поэтому критика возможных последствий это очень правильно, критический взгляд никогда вредным не будет. Общественный контроль, контроль общественных организаций, экологических организаций, местных властей и прочих и прочих и прочих должен быть на самом высоком уровне. Но чтобы все-таки движение происходило вперед, чтобы не было так, что Шелл пришел, Шелл ушел, а мы у вас разбитого корыта с разбитыми дорогами и с разрушенной инфраструктурой и с испорченной экологией остались, надо, чтобы эти технологии стали местными, украинскими. Чтобы не спрашивать Шелл, а какую технологию он привозит, а чтобы наравне с ними, вместе с ними, буквально шаг след в след ходить и смотреть, какие они технологии используют. А российские технологии есть? Российские технологии, к сожалению, отсутствуют в данном направлении. Россия сейчас не обращает внимания на эти технологии. Для этого есть причина, и в общем-то Газпром в этом смысле прав, потому что у нас слишком большие запасы традиционного газа, у нас там слишком древние технологии используются в традиционной газовой добыче, их надо тоже развивать и совершенствовать, и пробовать какие-то другие варианты с осланцевым газом, конечно, для Газпрома никакого интереса нет. Если это касается местных каких-то инициатив, то этим инициативам надо дать возможность реализоваться, но это вопрос уже государственной политики, это уже отдельная сфера, об этом можно отдельно поговорить, как в США проводится эта государственная политика, в Европе, в Китае и так далее, это совсем отдельная песня. Сейчас важно не упустить вот этот шанс, когда технологии собрались прийти в страну, надо попытаться получить от них максимум. Вот это вот мое твердое мнение. Спасибо. Спасибо, Алексей Григорьев. Ваш комментарий короткий, пожалуйста. Значит, меня сугубо деловой, с огромным интересом слушал, потом буду обрабатывать вот эту видеозапись, анализировать. Могу сказать, что вот мои коллеги Всемирного фонда дикой природы, Алексей Книжников конкретно, собираются в начале 2013 года провести силами общественных организаций конференцию как раз на тему сланцевый газ. Значит, Россия, кстати, сланцевого газа и, возможно, нефти, тоже очень солидные запасы. Почему на Украине? Потому что на Украине действительно что-то реально пошло. Ну, а Россия не Газпрому в едином, так что как раз на украинском опыте мы тоже очень заинтересованы, чтобы обсудить все экологические, экономические, технологические и так далее проблемы. То есть, я так полагаю, что вы практически приглашаете украинских коллег на конференцию, которые вы... Книжников уполномочил меня сообщить, что в начале января ВВФ будет пытаться организовать вот эту конференцию предварительно в Киеве. Мы обязательно, значит, и с РЕН, и большое спасибо, что вот тут действительно выясняется, вот уже обрисовались эксперты, обрисовались проблемы, то есть мы гораздо более целенаправленно сможем готовить это мероприятие. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я хочу подключить к нашему разговору журналистов, которые внимательно слушали. Первый вопрос уже есть в Москве, на первом ряду девушка, пожалуйста, вам дают микрофон. Представьтесь, кому адресован вопрос конкретно. Да, спасибо, Наталья Белокопытова, Российская ассоциация ветроиндустрии. Господин Каральчук, я хочу сказать, что движения, которые против традиционной нефтепереработки, нефтедобычи, они и в Украине, и в России, они есть, в том числе и молодежное движение Power Shift, и зеленая хвылья ваша, они есть, они активны, не только против сланцевой коллеги. Ваш вопрос. Вопрос, когда на Украине начнется конкретная добыча сланцевого газа, разработки, временные рамки, скажите, потому что в будущем никакой точности. Есть ли какая-либо точность сейчас? Спасибо. Киев, пожалуйста. Уже вот сейчас, фактически, в октябре, ноябре, Шелд начнет бурить первые скважины, это разведочные скважины, если им удастся это как бы реализовать, если им удастся все как бы по плану, как они себе распланировали все реализовать, то, скорее всего, где-то уже к второй половине 2013 года начнется промышленная добыча на первых скважинах. Это в Восточной Украине. На Западной Украине пока что тяжело сказать. Это, скорее всего, будет уже ближе к 2014 год, может даже дальше. Спасибо. Ваш вопрос, Маша. Коллеги, есть вопросы? Представьтесь, пожалуйста, и говорите в микрофон. Оксана Храпко, УНН. Скажите, пожалуйста, Вы говорили о состоянии воды и что в Украине возможно будут использоваться технологии, которые уже отработаны и не будут завозиться новые, более безопасны. Все-таки, каким образом это и насколько сильно повлияет на качество воды в стране, которая на сегодняшний момент является не настолько уж хорошим? Давайте я отвечу. Я скажу так, что даже при всех положительных характеристиках водоочистки снижение ее воздействия на поверхностный сток, потому что 80% воды после фрекинга извлекается на поверхность. Это будет несомненно дополнительной техногенной нагрузкой на водообмен, в том числе подземных вод с поверхностными на местный поверхностный сток и это требует серьезных опережающих научных оценок и риска и экологических воздействий. Пока их сегодня мы на Украине не встречали, только идет обоснование. Я хочу добавить сказанным, что к сожалению на сегодняшний день как мы добиваемся иностранных компаний, которые приходят к нам проекта, как будет выглядеть их технология, сколько будет воды закачиваться конкретно, сколько будет назад изыматься, как они будут сохранять или это будут закрытые резервуары или открытые резервуары. Таких данных мы еще не получили. То есть мы им даем разрешение на работу, но мы не знаем, что они будут делать. И в этом основная опасность, потому что мы до конца еще не владеем информацией, как именно будет происходить технологический процесс гидроразрыва пласта и сопутствующие действия. Спасибо большое. Спасибо. А вот я хотела бы спросить у Алексея Юрьевича, скажите, а вот вообще есть случаи, какие-то примеры из международной американской практики, что водопровод поступала зараженная грязная вода из-за там санкцевой добычи? Вы знаете, я извиняюсь, тут как геохимик ландшафта, я каждый раз попросил бы по каждому заявление есть, но мне хочется конкретно не заявления, не ужасающие картины, конкретно разобраться. Вот по тому случаю, когда в фильме показывают, что водичка загорается, я внимательно анализировал, я дошел до геологических отчетов, но есть серьезно, я ничего не говорю, я с этим не работал, только по документации, что там, похоже, все-таки предыдущие незаконсервированные скважины, а фракинг стимулировал вот этот вот приток. то есть надо разбираться. По сбросу в поверхностные воды, когда это осуществляется, ну это очевидно, извините, особенно когда все на пределе, на грани, особенно если пойдут рассолы, вот это, да, еще одна есть такая засада, с которой, я сейчас просто по нефтяным разливам очень много работал, вот там сотни химикатов, когда применяли диспергента в Мексиканском заливе, выяснилось, что конкретный состав это коммерческий секрет, и тот же коррекзит, чтобы все-таки опубликовали, что ж туда напихали, потребовались очень серьезные действия. Вот тут Украина может оказаться тоже не очень такой легкой ситуацией, когда фракинговый раствор чего-то будут добавлять, а на вопрос скажите что, это коммерческий секрет. Вот учтите. Спасибо. Ваш вопрос на втором ряду, пожалуйста, представьтесь и кому на адресу. Нефтяное обозрение, ну, наверное, всем, а может быть и господину Иванову, потому что название его института кроме энергетики еще и финансов. Вот скажите, пожалуйста, а что мы можем сказать о сравнительной себестоимости добычи как традиционного, так и сланцевого газа, сам газа из непроницаемых песчаников, шахтного метана с точки зрения их себестоимости. Вот имеются такие разблитовки. Сейчас есть с точки зрения технологий, но вот этот милый гель из пропана, он вообще не сильно дорогая технология. Вообще газ золотым не будет, спасибо. пропановый фракинг это загадка. Пока что единственная фирма, она запатентовала эту технологию, она ее опробует, никто ничего больше про это не знает. Поэтому, возможно, из-за того, что там действуют эти патентные авторские права, другие компании не могут пока что использовать и разобраться. То есть, когда эта компания канадская Газфрэк заявит, доложит о своих успехах и результатах, тогда все это будут анализировать. Что касается себестоимости, вообще этого не раскрывается. Все эти десятки и сотни компаний мелких, крупных и средних в Соединенных Штатах, они имеют в общем экономика добычи газа это отдельный предмет многочисленных спекуляций, споров, там целые детективные истории о том, как их выводят на чистую воду этих жуликов, которые завышают дебиты, а там действительно экономика этой сланцевой добычи, она совершенно другая. Там правда очень быстро в течение года на 70% падают дебиты скважин, там надо постоянно бурить и бурить и бурить и бурить. Это не то, что как в традиционной добыче пробурил скважину и качаешь, качаешь, качаешь. Это все по-другому. Поэтому это как велосипед, там надо постоянно находиться в движении, нельзя остановиться и почивать на лаврах. Приходится постоянно совершенствовать эти технологии, эти технологии дешевеют буквально с каждым годом, плюс то, что я сказал, добыча жидких фракций, которая стала спасением, иначе бы этого сланцевого взрыва сейчас, технологического не было бы вообще, если бы не нашлось такого способа удешевить добычу. Поэтому это сейчас предмет экспертных оценок. Здесь нет точных данных, они не публикуются, они представляют собой коммерческую тайну. Да, конечно, это все открытые компании, открытое акционерное общество, они представляют свою бухгалтерскую отчетность, отчеты годовые, полугодовые, квартальные, это все можно увидеть, но на круг. Нельзя сказать, сколько стоят конкретные технологии, сколько стоят конкретные скважины и так далее. Я могу немножко добавить, просто я сотни вот этих аналитических докладов читал, посмотрел на экономику. Значит, тут надо учитывать не просто добыча, но и транспортировка. То есть, в этом плане, видимо, все-таки, по крайней мере, часть, месторождение, часть проектов, она вполне себя оправдывает, потому что, когда вы до себя добываете пенсиваль, не тут же сбываете. Другая проблема, это качество вот этого сланцевого газа, оно часто гораздо ниже. Теперь, что я обнаружил, огромное количество действительно, то есть, снимают сливки, то есть, они бурят, они смотрят, если экономика не тянет, они тут же это списывают, забрасывают, и вот то, что сейчас вот эти фантастические ценовые показатели, ну, США сейчас, я так понимаю, в 3-4 раза снизили в целом цену на газ по сравнению с тем же Юго-Азией, с Японией, частично с Европой. Но это опять очень циклично, то есть, они резко снижают цены, большая часть проектов становится неориентабельной, поскольку надо постоянно добуривать, то есть, тут очень мощный механизм обратной связи. Но судя по тому, что в этом бизнесе крутятся десятки миллиардов долларов, что это действительно реальные миллиарды кубометров, то, по крайней мере, часть это действительно экономически окажется эффективным для условий США. про остальной мир тут пока действительно только предположения. Спасибо. Я хочу передать вопрос журналистов Киев. Пожалуйста, Маша. Есть у нас вопрос, передайте мне Маша. Маша, украинские эксперты, они могут ответить на вопрос российского журналиста, поскольку вопрос был задан всем. Прошу прощения, да, пожалуйста. В принципе, да, но если сравнивать с Украиной, то очень просто у нас себестоимость добычи нашего газа традиционного где-то сейчас около 60-70 долларов, сейчас как бы за тысячу кубометров, да, если, конечно, сравнивать, что себестоимость добычи сланцева, она перспективная, это если сравнить все-таки с Польшей, у них там цифра озвучивалась 350 долларов, то, конечно, у нас выходит там в 7 раз дешевле, ну, не 7, там, 6 раз дешевле, ну, вот, где-то по параметрам вот так. Я добавлю, что на презентации проектов Shell, они давали предварительную оценку стоимости добычи сланцевого газа, ну, твердых пород, цифра была порядка 180-280 долларов за тысячу кубов, вот такая вот цифра, а что касается природного газа, хотелось бы добавить, что ресурсы Украины по природному газу сейчас составляют оценены в 5 триллионов метров кубических, это двухсотая часть всех мировых запасов, при этом из них считается на данный момент добываемым 1 триллион, за всю историю добычи газа в Украине мы добыли 2 триллиона, то есть мы сейчас еще один имеем, это то, что мы можем добыть как бы с существуемыми технологиями, из этих 5, которые у нас есть, и еще на довольно-таки небольших глубинах до 5 километров, за счет дополнительной георазведки прогнозируется наращивание ресурсов на 2-2,5 триллиона метров кубических, то есть вполне возможен рост запаса традиционного газа до 7-7,5 триллионов метров кубических, есть предпосылки для дополнительного определения нахождения природного традиционного газа на более глубоких глубинах до 5-7 километров еще в большем количестве, то есть у нас сейчас есть потенциал в Украине развития и традиционного газа, который также естественно несет экологическую нагрузку на природную среду, но не требует гидроразрыва пласта. Спасибо. Спасибо. И у нас вопрос от журналиста, пожалуйста. Виталий Княжанский, газета «День». У меня, во-первых, маленькая ремарка насчет себестоимости, тут называлась цифра 350 долларов. Но на недавнем семинаре поляки и американцы не называли этой цифрой, наоборот, они говорили, что добыча еще нет и себестоимость можно... Спасибо. И ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос экономический, я не знаю, смогут ли наши эксперты на него ответить. История добычи сланцевого газа в Штатах имеет успех, потому что там широко использовались ресурсы фондового рынка. Как только маленькая компания что-то пробуряла, она выбрасывала свои акции на фондовый рынок, цены на них росли и она могла развиваться. Как вы считаете, возможно ли такая же ситуация в Украине? Это вопрос украинским экспертом. Спасибо. У нас просто фондового рынка фактически нет, чтобы реализовать такой план. А по большому счету у нас просто реализуется другая схема достижения результата потом, чтобы добывать сланцевый газ, нетрадиционный газ в Украине. У нас фактически привлекаются инвесторы. И здесь мы уже будем видеть результат Shell или тот же Chevron или другая компания, которая победит в конкурсе на другой участок. Она если будет показывать позитивный результат, то есть если будут во-первых разведочные скважины давать хороший результат, то тогда они это обязательно покажут в своей отчетности и в своих не на бирже, я бы так не сказал, на бирже не на фондовом рынке не смогут это показать, но они об этом заявят публично, и это будет давать плюс уже к украинскому рынку. То есть другие компании будут на это ориентироваться и приходить. Вот так. Спасибо. Можно я добавлю два слова? Если эта технология по данным Шал Шаврон будет успешной, то у местных, в частности донецких экологов, существует очень серьезное опасение, что данную технологию возьмет на вооружение местные небольшие компании, у которых нет таких стандартов экологических, как у американских крупных компаний, и эта технология может произойти неконтролируемый рост ее использования. Вот это сейчас в Донецкой области очень серьезные опасения вызывает. Спасибо большое. Оксана. Спасибо, Маша. У нас в студии находится человек, который очень плотно занимался исследованиями истории добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах. Я думаю, что Николай Иванов сможет ответить на вопрос журналист. Пожалуйста. Это очень хороший вопрос, который, в общем-то, касается ключевого вопроса в добыче сланцевого газа. В Америке сланцевая революция это факт, это история, это то, что уже произошло, и то, что мы анализируем уже существующую и растущую добычу. Во всех остальных местах, включая Украину, Польшу, Китай, Австралию, это вопрос будущего. Вот рассуждать о будущем можно с разной степенью точности, называть разные запасы, разные возможные последствия, но в Америке именно маленькие компании, на которые никто не обращал внимания, на которые вообще мало ли кто чего при специфической системе, правовой системе недропользования США, где владелец участка имеет права на геологическое освоение всего там массива до центра земли, это уникальное, нигде больше такого нет, при этом там каждый имеет право застолбить свой участок и найти там свою золотую жилу, вот эта вот золотая лихорадка, которая захватила Америку, она действительно привела к тому, что эти мелкие компании все вышли на биржу, все это те, кто выжил, а сколько не выжили, мы не знаем этих сотни победителей, а тысячи проигравших, там тоже не без жертв, и вот когда уже это произошло, только тогда Министерство энергетики стало как-то замечать эту добычу, когда уже половина добычи в Штатах стала из нетрадиционных источников, сейчас треть добычи в Штатах производится из сланцевых залежей, и этого нельзя не замечать, и они уже рисуют совершенно сумасшедшие перспективы, вот эти вот графики, можно наблюдать там расширяющийся клин, сланцевый газ забьет все остальное, но это сейчас они стали рисовать перспективы, а началось все с подведения итогов уже произошедшего развития, вот хотелось бы, чтобы мелкие компании потом были приобретены крупными, и вот эти технологии все рождались от земли, что называется, от этих мелких буровых бригад, которые по следам Джорджа Митчелла пробовали, пробовали на земле на своих участках разные схемы и режимы гидроразрыва, горизонтального бурения, сочетания и того и другого, каждая скважина требовала отдельного состава этих самых реагентов, там очень много опыта было накоплено на низовом уровне, и потом, когда приходили крупные компании, они это называется золотые капканы, это то, что предлагалось этим поглощаемым компаниям, они создавали такие условия для имеющихся сотрудников, чтобы они никогда не ушли оттуда, потому что какие бы ни были компании, какие бы ни были у них истории, технологические, финансовые и другие возможности, знают конкретную залежь только конкретные люди, только они знают, где и как пробурить, потому что рядом буквально может быть скважина с огромными запасами, а рядом ничего нет, поэтому там просто вопрос какой-то алхимии, поэтому говорить, что мелкие компании приобретут опыт от крупных, как это вы предполагаете может произойти на Украине, но этому надо радоваться, этот опыт надо приобретать, надо использовать, единственное, что контролировать, конечно же, контролировать с экологической точки зрения использование всякого опыта, чтобы не было самодеятельности, которая навредит экологии, потому что, как мы знаем, мы, конечно, империалистическую алчность все изучали в школе, они, конечно же, все испортят, но мы также знаем по нашей истории, что меньше врагов для экологии, больших врагов для экологии, чем неграмотные и алчные местные жители, не найти, точно так же, как в той же Западной Сибири местные нефтяники создавали нефтяные озера, я не знаю, сейчас ликвидировали или все эти последствия, вряд ли, так что до прихода западных компаний уже успели навредить экологии достаточно, вот с этим надо бороться, спасибо. Спасибо, в Москве еще есть вопросы? Вопросов в Москве нет, а Маш, в Киеве есть вопросы? Нет, у нас нет вопросов, я просто хотела поблагодарить от имени всех наших участников, спасибо, Оксана, за интересную дискуссию, огромное спасибо вашим участникам, по-моему, было очень интересно. Да, спасибо большое, Маш, я хочу резюмировать сказанное сегодня нашими гостями и в Киеве, и в Москве, поскольку все-таки все звучали практически рунесом, если есть доказанные запасы сланцевого газа, то нужно их разрабатывать, но, естественно, с учетом потребностей местной территории, с учетом экономической выгоды и с учетом соблюдения самых главных экологических норм, я благодарю всех наших гостей действительно за интересную дискуссию, мы будем рады вас видеть вновь на наших площадках, всего доброго, до свидания, приходите, пожалуйста, к нам еще. Еще раз спасибо, всего хорошего. Спасибо. Спасибо.